Добро пожаловать на наш вебинар, который посвящен круизам из Дубая. Всех приветствую на проекте. Большое спасибо за ваше участие, за ваш интерес. И сейчас мы с вами будем говорить о круизах с отправлением из Арабских Эмиратов. В целом, это направление работает уже давно. Мы, как компания, как туроператор, уже много лет делаем русскоязычные группы на маршрутах по Персидскому заливу. Сегодня, конечно же, остаются еще вопросы, которые касаются посещения стран, как будут работать круизы. Обязательно отслеживайте информацию на нашем сайте. Узнавайте, спрашивайте, задавайте вопросы. Мы всегда рады на них ответить, как только у нас появляется какая-либо информация. И вот на прошлой неделе эти круизы были анонсированы. Они поступили в продажу, поэтому не рассказать о них, конечно же, мы не можем. Меня зовут Максим Иванов. Я занимаюсь развитием и обучением в компании по группам. Имею большой опыт путешествия на круизах. Был практически на всех классах лайнера. И сегодня мы с вами обязательно еще и поговорим о лайнере, который ходит в этой акватории. Это МСЧ Виртуоза. Лайнер новейший, очень красивый, большой, замечательный, с открытыми пространствами. Все то, что любят туристы, в том числе, которые путешествуют в Арабских Эмиратах. Итак, в целом, коротко напомню вам о том, что такое русскоязычные группы в формате МСЧ Круизос от нашей компании. Это в обязательном порядке. На каждом лайнере присутствует наш сотрудник, который отвечает на все вопросы клиента. Он им помогает. Он с ними обсуждает какие-то проблемы, если у них есть. Он рассказывает о регионе плавания, если такая возможность есть. Помогает с экскурсионным обслуживанием, со всеми-всеми вопросами, которые у круизного пассажира возникают. И, конечно, если клиенты путешествуют первые разы, то это обязательно. Я рекомендую бронировать русскоязычные группы, потому что продукт очень интересный, очень насыщенный, но имеет определенный ряд сложностей, которые возникают у клиентов. И мы обязательно об этом рассказываем и показываем, как получить от круиза максимум. Также, если мы говорим о круизах с русскоязычной группы, которые загружены на нашем сайте, это сейчас одна программа, один круиз. Мы обязательно рассмотрим акваторию, где он ходит, как там все это происходит. Но важно помнить то, что будут экскурсии на русском языке, групповые экскурсии. Опять же, сейчас в связи со сложившимися обстоятельствами мы подразумеваем то, что турист путешествует именно в групповом формате, то есть это будут групповые сборные экскурсии, которые мы рекомендуем бронировать заранее. Экскурсионные пакеты также появятся скоро на нашем сайте. Мы ориентируемся, что примерно дней за 10 до первого круиза. Что касается ежедневной программы, что это такое? На борту проходит огромное количество мероприятий, в том числе и развлекательного характера. И для того, чтобы клиенты ясно и четко понимали, чем они будут заниматься сегодня, там каждый день можно найти себе какие-либо развлечения, мы переводим программу дня на русский язык. Также там отображено время прибытия лайнера в порт, время начала экскурсии, во сколько начинается тот или иной завтрак, ужин, обед, в каких ресторанах проходит, какая вечерняя программа, все-все-все, это будет обязательно на русском языке. Ежедневные информационные встречи – это тоже уже традиционное такое явление для круизов с русскоязычными группами. Мы встречаемся с клиентами, рассказываем, как проходит сход с лайнера, как будет завтра организован день и что ждет наших с вами клиентов. Это меню в основных ресторанах также мы переводим на русский язык. Как вы помните, что если это не шведский стол, а ресторан а-ля карт, то клиенты питаются по меню. И вот это вот меню мы также переводим, потому что блюда бывают там настолько изысканные, что даже клиент, который знает английский язык, не всегда понимает, что же там сегодня будет, но всегда это очень-очень вкусно. Русскоязычные сотрудники на ресепции в других службах компании МСЧ нас очень любят, как и мы ее, поэтому она всегда на таких круизах старается поставить максимум русскоязычных сотрудников на любом этапе, с которым будет сталкиваться клиент. То есть это может быть и тренажерный зал, спа или какие-то иные вещи. То есть также круизная компания старается поставить русскоязычных представителей. Тематические лекции есть не на всех круизах, но если есть такая возможность, мы всегда их стараемся поставить. И также работают каналы на русском языке. Ну, по крайней мере, в последние разы точно было три канала, которые можно было посмотреть в каюте и отдохнуть. Что касается самих круизов, да, важное, вот что есть на сегодня, на сейчас. Персидский залив первый открылся для граждан России, скажем так, да, именно стал таким полноценным круизом с момента начала пандемии. Это большое событие для нашей компании, для круизных компаний. Было приложено колоссальное количество усилий для того, чтобы он организовался, этот круиз. Но также есть ряд ограничений, о которых важно знать. В данный круиз невозможно отправиться, ну и вообще сейчас в круизы, да, от компании Мещи невозможно отправиться детям с 12 до 18 лет, которые не вакцинированы. Да, мы знаем, что спутник сейчас не ставится детям до 18 лет, но круизная компания была вынуждена ввести эту меру, потому что это требование стран, которые они посещают. Поэтому если есть ребенок с 12 до 18 лет, то есть на момент начала круиза ему там исполнилось 12 лет, он должен быть вакцинирован. Ну, любой там европейской вакцины, например. Все остальные, это дети до 12 лет и взрослые уже люди с 18 лет должны и обязаны быть вакцинированы спутником 5. Спутник Light также в теории принимается круизной компанией, но на данном этапе это стоит уточнять. Поэтому мы сейчас говорим именно спутник 5, двухэтапная вакцина. Обязательно должен быть сертификат. Если все это есть у клиента, то он уже может путешествовать на круизной компании. Что касается акций, у нас по-прежнему действуют акции. Это делим цены пополам. Все эти акции отмечены на сайте, вы их можете найти. Они отмечены специальным значком, поэтому тоже заходите, смотрите. Предоплата 50 евро с человека остается для того, чтобы зафиксировать цену на круиз. То есть не обязательно на ближайшие даты, а можно в марте месяце, например. Это все равно 50 евро. И остается у нас условие о том, что круиз может быть перенесен клиентом за 15 дней до отправления, без каких-либо удержаний со стороны круизных компаний. Но единственная дата следующего заезда должна быть не позднее 30 сентября 2022 года. Тоже на это обращаю ваше внимание. То есть у клиентов реально есть возможность сейчас забронироваться, застолбить цену, как говорится, для того, чтобы отправиться в путешествие, и, возможно, разнообразить свой отдых, который за столько лет уже, может быть, даже немножко и поднадоел. В любом случае, Арабские Эмираты для этого предлагают все возможности. Что касается самого маршрута. Называется он «Жемчужина Персидского залива». Кто не первый год с нами работает, это название знакомо уже. Выполняется он на новейшем лайнере «Мощи Виртуоза». Что это за лайнер, я обязательно вам покажу. Продолжительность его семь ночей. Вот, есть еще шестиночевные программы, но они там на малые даты заезда, поэтому ориентируемся в основном, что это семь ночей, то есть полноценная неделя. Этот круиз очень удачно можно скомбинировать с пляжным отдыхом. О том, что делать в Дубае, вам уже рассказали, показали сегодня. Да, огромное количество развлекательных программ. В самом Дубае можно находиться и там неделю до или после круиза, и отлично это все скомбинировать. Возможности для этого есть все абсолютно. Большое количество полетных программ, которые осуществляются. Коллеги тоже мои уже поделились и рассказали. Поэтому Дубай действительно очень удачно комбинируется с пляжем. Особенно из зимы в лето. Это, конечно, очень-очень важно для наших северных таких туристов, которые хотят отдохнуть и позагорать. Первый круиз анонсирован на 28 ноября 2021 года. И маршрутная сетка у нас стоит сейчас с русскоязычными группами до 19 марта 2022 года. Тоже на это обращайте внимание. Он действует, этот круиз очень удобен для граждан России, Украины, Казахстана и СНГ. Там легкие условия по визе, либо их вообще отсутствие. Да, это тоже очень удобная экономия для клиента, никаких заморочек. Три порта отправления. Дубай, Абудаби, Доха. Мы с вами поговорим о двух портах посадки. Это Дубай, Абудаби. Потому что подохим сейчас, пока он анонсирован, но Катар делает разные такие сейчас в связи с ковидом условия. Поэтому пока давайте ориентироваться на основную посадку именно в Дубай. В Абудаби, как вы помните, тоже есть свои правила и по поводу прилета. Поэтому здесь всегда на момент посадки, то есть на момент бронирования уточняйте, какие действуют правила в том или ином порту по поводу ПЦРов, спутников, всех вакцин и прочее, прочее. Потому что ситуация меняется чуть ли не ежедневно. Поэтому это обязательно нужно отслеживать конкретно на момент бронирования. Что касается МСЧ Яхт-клуба на борту, он, конечно же, будет. Это МСЧ Виртуоза. Яхт-клуб есть. Замечательный наш, про него тоже немножко расскажу, напомню вам. Русскоязычные группы остаются. И сейчас стоимость этого круиза вместе с портовыми сборами составляет примерно от 450 евро на человека. Цена вполне себе демократичная и очень хорошо может вписаться в бюджет туриста, который отдыхает в Арабских Эмиратах. На нашей схеме, которую вы видите в нижнем правом углу, я отметил порт посадки, который есть, и оставил Саудовскую Аравию. Про нее хотел бы остановиться отдельно. Дело в том, что изначально этот круиз был анонсирован именно Саудовской Аравии, но она до сих пор не приняла вакцину спутник Ви. И у нас сейчас получается, что на сайте есть круиз именно с этим портом, да, то есть с заходом в Саудовскую Аравию. Но на данном этапе Саудовская Аравия его не подтвердила, и я думаю, что в ближайшее время круиз будет изменен именно на тот маршрут, который я оставил на нашей схеме. То есть вместо Саудовской Аравии они будут некоторое время находиться в порте Дубай с возможностью выхода и посещения всех достопримечательностей и мест, которые там есть. То есть выйдет стоянка несколько ночей, жить они будут на борту круизного лайнера и свободно выходить и посещать все замечательные мероприятия, которые проводятся в этом городе. Поэтому тоже обращаем ваше внимание на этот важный факт. Что касается самого лайнера МСЧ Виртуоза, это новейший лайнер, который относится к классу Мировилия. Это самые большие лайнеры компании МСЧ Круизос и одни из самых больших лайнеров в мире. Это 18 палуб огромного удовольствия. Я сам был личным участником круиза на этом классе. Виртуозу саму не видел, но это одноклассник Мировили, поэтому продавать его тоже очень легко и понятно. Развлечений там очень много, палуб очень много, то есть туристов тоже, да, открытых пространств много, где можно походить, погулять, когда лайнер находится в порту или отправляется там день в море. То есть все эти развлечения есть. Он самый новый, поэтому самый такой, да, современный со всеми примочками и плюсами, которые есть в круизной индустрии на сегодняшний день. Это и огромный променад, который находится, восьмая и девятая палуба, да, который совмещает в себе галереи магазинов, ресторанов, ресторанов а-ля карт, очень удачные, которые, они так расположены комфортно. В этом, это самый большой в мире LED-купол, да, который есть на борту круизного лайнера, там проводится ежевечерний шоу с музыкой и свето-представлением купол превращается в такой интерактивный экран, да, в всевозможные образы и все это под музыку. Ну, обязательно собирает туристов, которые стоят и смотрят, снимают это все на камеры, то есть это действительно выглядит очень красиво. Это зона вечернего променада, где можно походить после тяжелого экскурсионного дня, да, отдохнуть, посидеть в ресторане, выпить что-то алкогольное, безалкогольное, покушать в аля-карте. Их там действительно очень много, мы с ними тоже посмотрим. MSC Яхт Клуб, напомню, что это отдельная зона, она находится на носу круизного лайнера, это самые лучшие каюты, которые есть на борту лайнера, не самые современные, большие, двухкомнатные, двухуровневые, джакузи, какие угодно, да. И самое главное, что к этому еще и, конечно, привилегированный сервис, то есть у них своя зона с бассейном, у них свой лифт в спа, у них своя служба консьержев, у них отдельные регистрации при посадке, у них есть услуга разбора и сбора чемоданов, что тоже очень впечатляет, там, свежая пресса. Также в MSC Яхт Клуб включен уже пакет напитков, ежедневно пополняемый мини-бар, вот, вход в зону спа, которая там идет. Единственное, тоже такое важное замечание, обращайте внимание, что зона спа, вот основная, то есть массажи можно посетить, но зону, которая идет с бассейном, в закрытой части спа-центра, она пока закрыта на период пандемии, но это из-за того, что малое пространство, то есть круизные компании стремятся к тому, чтобы туристы на малых площадях в большом количестве не скапливались. Это тоже такой важный момент, но все остальное сейчас работает, аквапарки работают, бассейны работают, все это можно посещать, ходить. У зоны MSC Яхт Клуба есть отдельная своя зона солярия, которая находится наверху, на верхней палубе, то есть никакого поиска жезлонгов, этого ничего у них нет. Отдыхают по полной программе, вот, поэтому на Яхт Клуб тоже обращайте внимание, многие путешественники сейчас, конечно же, обладают средствами, поэтому ищут вот эту привилегированность, закрытость такую со своими ресторанами, ну, чтобы как-то изолироваться от всех внешних условий. Панорамные бассейны на открытой палубе, открытая палуба здесь очень большая, ходить гулять одно удовольствие, конечно же, есть и бары, там все это открыто. Можно ходить, посещать супер-фэмили для семейного отдыха, на этом лайнере он ориентирован вообще на отдых с детьми, там есть фэмили-каюты с очень удачным расположением кровати, там двухъярусные диваны есть, есть раскладные диваны, есть кровати в нишах, которые расположены, то есть вчетвером в одной каюте можно совершенно спокойно размещаться, и никаких проблем у туристов это не вызывает. Детские клубы, конечно же, работают в аквапарке, детская сплэш-зона, китс-клабы на разный возраст абсолютно, то есть это, ну, в принципе, для любого ребенка будет комфортно, детские клубы вот на Виртуозе, там, по-моему, можно даже с нуля лет, то есть вот это Чика, Лего, все это обязательно есть, поэтому с детьми, ну, вот сейчас мы, да, напоминаем, то, что до 12 лет, это все присутствует. Что касается вопросов, которые я вижу в чате, давайте я тоже буду на этом немножко останавливаться, у нас получается безвизовое посещение для Украины, Казахстана и России, для граждан белорусов там тоже легкая виза, у нас на сайте это все расписано, пожалуйста, по каждой стране это можно зайти, возможно, коллеги сейчас скинут в чат общую информацию, общие требования. Что касается Саудовской Аравии, так как этот порт будет исключен из посещения, мы на данном этапе информацию эту не дублировали, ждем уточнения от круизной компании, будет он туда заходить или нет, если будет, то все условия, опять же, обязательно будут вывешены на сайте. Что касается ПЦР, вот этот вопрос очень важный, мы его обязательно анонсируем, сейчас на данном этапе предполагается два ПЦР, один Дубаем, один круизной компании, где получают пассажиры именно к круизному билету ПЦР, мы уточняем, скорее всего, ориентируемся на то, что сдача ПЦР на борту с ожиданием в каюте, но вот пока на данном этапе ждем уточнения от круизной компании, будет самое ближайшее время. Вообще по этим правилам мы будем делать, я думаю, отдельные какие-то информационные материалы и рассылки. Тоже обязательно отслеживайте на сайте, вопросы, повторюсь, остаются, но самое главное знать, что этот маршрут есть и то, что туда открыты продажи. По поводу размещения на МСЧВиртуозе, их действительно вариантов очень много, это и внутренние каюты, в том числе и одноместные каюты, которые есть, тоже можно отхватить, поймать, уловить, но их действительно немного. Внутренние каюты, напомню, это каюты без окна, внешние каюты с окном, окно не открывается, каюты с балконом, балконы разные, разные площади, все зависит от того, на какой палубе они находятся, информация на нашем сайте есть. Также, да, это двухкомнатные сьюты, такой присутствует, это удобно для размещения семьи с детьми. Есть варианты сьютов уже, которые идут с террасы, с джакузи на террасе, здесь на фотографии отмечены джакузи, например, в категории номера дуплекс, которые относятся к МСЧ Яхтклубу, но также есть и джакузи просто на обычных, в обычных сьютах не МСЧ Яхтклуба, а, например, Ауреи тоже это есть. Выглядит это очень здорово, я сам видел, как это расположено, конечно, принять джакузи на балконе, пока лайнер идет в море, это огромное удовольствие, так вот порелаксировать, посидеть, насладиться видами, морским воздухом, это, конечно, все очень здорово. МСЧ Яхтклуб также отмечен здесь на фотографиях, он есть, нижний правый угол, например, это вариант дуплекса, да, где на втором этаже расположена кровать и внизу зона гостиной, тоже с выходом на балкон большой с джакузи, то есть все это есть. Также, кто давно следит за нашими новостями, напоминаю, что дуплексы полностью перешли в Яхтклуб ранее, их была возможность под Ауреи бронировать, то сейчас они полностью все в Яхтклубе. Но более подробно о возможностях и каютах мы, конечно же, рассказываем в наших круизных вебинарах, поэтому сейчас я на этом сильно останавливаться не буду. Что касается развлечений, на борту 11 ресторанов, это действительно так, их очень большое количество, это и кафе считаются, и рестораны, рестораны у шведского стола есть, один большой, да, рестораны а-ля карт, это два ресторана, которые находятся на верхних палубах, где идет питание по меню на завтрак, обед и ужин, они не работают круглосуточно, только в определенное время, которое указано в программе дня. И также а-ля карт рестораны, которые не входят в общую концепцию питания, бронируются отдельно. Сейчас очень большое количество специальных пакетов на бронирование этих ресторанов, что я крайне рекомендую тоже делать, заходить, смотреть, там не такая большая доплата, но клиент получит максимум удовольствия, потому что там это паньяки, японская кухня, китайская и мясной рестораны, рыбный ресторан, ну то есть вот такие разных тематик, они есть и там мексиканские, ну то есть в каждом лайнере есть своя тематика, свои интересные альтернативные рестораны, обязательно заходите, смотрите, предлагайте клиентам, потому что их очень большое разнообразие. 21 бар, это действительно очень много, клиенту есть где разгуляться, особенно если у него включен пакет напитков, которые там есть, поэтому они с удовольствием будут ходить по всему лайнеру и за одну неделю могут не повторить ни одного бара, каждый раз находя что-то новое. Есть, естественно, бассейн, аквапарки, тренажерный зал, тренажерный зал, там техно-джин стоят тренажеры, вот, и есть спортивная площадка для баскетбола, для волейбола, она трансформируется, для мини-футбола, она закрыта, вот, также открывают двери, становятся там панорамные, ну то есть клиенты, которые за спорт, они обязательно найдут там чем заняться. Детские клубы и развлечения на разные возрастные группы, вечерние шоу-программы. Ранее был цирк Дю Салей, сейчас компания МСЧ анонсировала в этих залах, которые они специально строили под цирк Дю Салей, новое шоу, описание есть на сайте МСЧ, но пока, если честно, нам они не прислали, поэтому на английском языке можно ознакомиться на сайте круизной компании, но шоу обещает быть очень интересным, тоже посмотрели рейдеры, которые там они скинули, тоже будет точно не хуже, то есть клиенту будет чем заняться. Также на борту этого лайнера появляется Starship Club, это роботизированный бар, там будет напитки подавать робот, тоже очень интересная такая история. Круизная компания, конечно, хочет выделиться как-то, да, и отметить что-то такое, ну, что-то новое, что нет еще у других, то есть это такая гонка технологий у круизных компаний присутствует. Это, конечно же, магазины и казино. Казино, напомню, работает только, когда лайнер находится в открытом море, но это в течение круиза, естественно, присутствует, то есть казино тоже есть. Вижу вопросы. Медицинская страховка обязательно бронируется через нашу компанию, там есть три медицинской, там медицинская сейтмани и страховка от невыезда, они обязательно должны быть включены в пакет, иначе бронирование круиза невозможно. Мы специально договаривались с круизной компанией, чтобы клиенты были полностью защищены от всех невзгод, которые могут быть в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, были полностью защищены по средствам. Вот, поэтому страховки, пакеты страховок уже зашиты у нас на сайте, более подробно можно почитать, либо позвонить нам, мы обязательно расскажем. Оставить детей в детском клубе можно, записываться рекомендуется, потому что ограничения на посещение тоже есть, но это несложно, то есть, как правило, там при полной даже загрузке всегда детей принимают, с ними занимаются, но я рекомендую, чтобы оставлять одного ребенка в клубе на долгий период, ему должно быть лет 7-8. Если до этого возраста, то можно на несколько часов оставлять, но, тем не менее, развлекательные программы там есть для любого возраста, но это не няни, а аниматоры. Услуга няни на борту является платной и дополнительной. Тоже обращаю ваше внимание, поэтому в рамках именно работы детского клуба можно оставлять, это с 9-10 утра до 9-10 вечера, то есть достаточно длительный период, но если нужно вечером куда-то пойти взрослым без ребенка, это уже услуги няни. Что касается питания в ресторанах а-ля карт, пока мы на этом слайде, то а-ля карты рестораны, которые не основные рестораны, а именно дополнительные, то там питание по меню за дополнительную плату. Тоже на это обращаю ваше внимание, но повторюсь, пакеты не очень дорогие. Из трех ресторанов там порядка 80 при раннем бронировании, тире 120 евро за три посещения в разных тематических ресторанах. Это сумма, которая абсолютно комфортна для любого клиента. И также есть ряд ограничений по пакетам напитков. Самый простой не работает в альтернативных ресторанах, остальные там премиум пэкаджеры, там МСЧХ клуб, например, там пакеты напитков в альтернативных ресторанах работают. Это специальное меню барное, можно с ним ознакомиться на борту, потому что оно тематически разное и меняется. Детский клуб вечером, вопрос вот был, повторюсь, это до 10 вечера примерно, до 9, но в связи сейчас с ограничениями, которые могут быть, эта информация лучше уточнять на борту у наших представителей, смотреть в программе дня. В программе дня время работы детских клубов на каждый день, оно расписано, и где какие мероприятия там проходят, кстати, тоже. Мобильная связь ловит, вот, в открытом море мобильная связь ловит не очень хорошо, поэтому мы рекомендуем бронировать пакеты интернета, которые есть на каждом лайнере, для того, чтобы связываться со своими родными по WhatsApp, например, там, да, совершенно спокойно. Пакеты интернета на нашем сайте тоже есть, более подробно в наших круизных вебинарах. Чем удобен Дубай, да, мы сейчас переходим, собственно, к нашему круизу, то есть порт находится рядом с аэропортом, поэтому клиенты, которые путешествуют день в день, абсолютно комфортно добираются. Мы сейчас рекомендуем клиентам брать индивидуальные трансферы, потому что групповые трансферы тоже имеют ряд ограничений, рассадка там и так далее, да, расписание на индивидуальном трансфере клиентам будет чуть более удобнее и комфортнее. Вот, все индивидуальные трансферы у нас, конечно же, можно запросить. И стоимость его будет не очень большая, она будет сравнима там со стоимостью такси, поэтому, в принципе, абсолютно спокойно можно это бронировать. Если клиент уже находится в городе Дубай, отдыхает где-то в гостинице, то до порта также добраться не представляется, ну, каких-либо сложностей. Можно доехать очень легко и просто. Здесь я на карте схеме просто примерно отметил, чтобы вы понимали, насколько это близко к основному аэропорту. Вот, Тальмактома, ну, чуть-чуть подальше, но, тем не менее, тоже доехать можно, никаких проблем нет. В Дубае чем заняться мы сегодня с вами уже говорили на нашем первом вебинаре, я на этом отдельно останавливаться не буду. И также хочу отметить, что нашей компанией сейчас рассчитывается пакеты круиз плюс авиа, то есть перелет, трансфер и сам круиз уже в рамках одного единого пакета на нашем сайте. Тоже следите за обновлениями, обязательно будет в самое ближайшее время. Поэтому круиз плюс авиа планируем. Кто-то может спросить про круиз плюс отдых, пока на данном этапе пакеты тоже в разработке. Я думаю, что если все у нас будет хорошо, идти как идти, они обязательно у нас появятся. То есть это уже с ночами до после круиза. Что касается самого Дубая, конечно же, посмотрев сегодняшний вебинар, да и вообще, продавая Дубая уже долгий период пандемии и до пандемии, все прекрасно знают, что в этом городе один день это очень мало, недели порой бывает мало. Даже не выезжая из этого мира, то можно там находиться с огромным удовольствием на абсолютно разный бюджет, желания, пожелания и потребности клиента. Действительно крупнейший город. Здесь мы с вами рассматриваем стоимость экскурсии на полдня в рамках того, что клиенты садятся в другом порту, там Абудаби или Дохи, и заходят в Дубай именно в формате экскурсии. Экскурсия будет на русском языке. Если клиенты уже находятся на борту, экскурсии на русском языке приобрести также можно в рамках дополнительного экскурсионного обслуживания, ну в рамках экскурсионных пакетов тоже планируется их добавить как экскурсионное обслуживание. Что касается Абудаби, здесь у нас с вами история какая. Порт находится не настолько близко к аэропорту, но тем не менее это все равно абсолютно разумные расстояния. Там также, конечно же, есть что посетить, и в основном туристы все-таки в Абудаби не садятся, а посещают именно в рамках круиза. Там очень много что есть, это и филиал Лувра, и дворец Касар-Аль-Ватан, то есть все это присутствует, все это есть, и, конечно же, клиент, который туда заходит на один день, он обязательно ознакомится в рамках экскурсионного пакета с достопримечательностями этого города. Есть вопрос по экскурсии, добавлять их нужно заранее. Мы крайне рекомендуем. Сами экскурсионные пакеты мы планируем, что появятся примерно за дней 10 до первого отправления, то есть ориентировочно на этой неделе или в начале следующей. Поэтому тоже следите за информацией на сайте. Когда они появятся, мы уже поймем, что как и будет. Что касается свободного входа и выхода с лайнера, дело в том, что у каждой страны могут быть выведены какие-либо ограничения, поэтому мы сейчас можем сказать, что только в составе экскурсионных пакетов с русскоязычной группой будет свободное посещение. Свободное посещение без экскурсионного пакета может меняться, но пока на данном этапе все страны, кроме Саудовской Аравии, приняли спутник 5, спутник V. Он у нас есть у каждого туриста, как вы помните, поэтому сейчас на данном этапе подразумевается, что будет свободный сход и выход с лайнера. Что касается детей, вижу вопрос. Повторюсь, что дети до 12 лет у нас идут с ПЦРами, которые они сдавали. До 12 лет никто не требует прививки, вакцинации. А с 12 до 18 обязательно должен быть ребенок вакцинирован. В Абу-Даби у нас есть абсолютно все для комфортного времяпрепровождения. Это, конечно же, и мечеть Шейхзайда. То есть он входит, эта мечеть, два раза в мировые рекорды. Книга рекордов Кинеса за самый большой ковер площадью 5,5 тысяч квадратных метров, за самую большую люстру с позолотой кристаллами Сваровски из Австрии. Ее диаметр более 10 тысяч метров. Ой, извините, более 10 метров. И она раньше была самой большой в мире, сейчас самой большой в мечети. Какая-либо люстра есть. Конечно же, это не то, ради чего стоит идти в эту мечеть, потому что, во-первых, она открыта для немусульман, что тоже большое преимущество для данного региона. Просто туда нужно попасть, чтобы окунуться в эту атмосферу Востока, да, и посмотреть на это все, понять, как же там здорово. Мы ориентируемся, что стоимость экскурсии будет примерно тоже порядка 70 евро. Ну и напомню, что это столица Арабских Эмиратов, да, и, конечно, она, этот регион тоже отличается от того же Дубая, например, поэтому каждый найдет, чем там заняться. Но и то, на самом деле, многие, ради чего идут именно в круиз, потому что Дубай, вроде, сами посмотрели, Абудабе кто-то путешествовал, да, а вот на Сербаньяс отдельно никто, как правило, и не попадает. Поэтому это такая изюминка этого маршрута. Это остров-заповедник, на который завезли огромное количество редких видов животных, растений. Если клиент не хочет брать там экскурсию по этой заповедной зоне, путешествует, там, например, джиппинг какой-то, да, просто хочет отдохнуть, он может это сделать. Есть такой момент, здесь вы видите на нижней фотографии, что лайнер у нас, это он не уходит с острова, это он стоит, это его стоянка, и там идет тендерная высадка. Это отдельное развлечение, на самом деле, на специальных шлюпках, к тамаранах иногда-то, по-разному, да, это происходит. Но суть в том, что лайнер не вплотную у берега, а клиент высаживается на специальное плавсредство и на нем добирается до самого острова. На острове организована кухня, то есть там есть шведский стол, работают пакеты напитков, если это необходимо, лежаки-зонтики бесплатные, то есть огромная пляжная зона, детская площадка, которая находится под крышей, под тентом, она защищена от солнца, где дети могут тоже развлекаться. Специальные надувные средства на воде для того, чтобы дети могли попрыгать, да и взрослые тоже с них покупаться. Это специальные шатры для мыщей яхт-клуба и ауреи, которые тоже там по отдельной резервации идут. То есть, в принципе, клиент, который приходит кедам, он получает полноценный пляжный отдых без каких-либо дополнительных трат. Если же он хочет посмотреть еще и заповедник, сам там поездить, пофотографировать, встретить настоящих животных, которые как в сафари, да, это тоже можно сделать. Экскурсия стоит порядка 55 евро. Все цены ориентировочные, сейчас они могут меняться, это просто для того, чтобы вы понимали, какие есть диапазоны. То есть, на этом острове можно отдыхать просто так, а можно взять экскурсию и посмотреть сафари, а потом отдохнуть на пляже. То есть, вся эта информация присутствует как, ну, в каком виде, да, сейчас. Мы ждем анонса от круизной компании, как это будет проходить, будут ли действовать какие-то отдельные протоколы безопасности на берегу Сербанияса. Но в целом, я думаю, что это просто масочный режим, как это есть во всех странах. Что касается дохи, да, заход в доху у нас есть. Порт находится уже далековато, 40 километров от города, поэтому в рамках именно этой экскурсионной программы мы рекомендуем брать полноценную экскурсию от круизной компании, потому что самостоятельно клиент туда будет добраться не очень удобно. Доха очень интересная, а Катар привлекательный для туризма сейчас, они очень много вкладываются в свое развитие, поэтому делают, конечно, очень много всяких интересных моментов и штук, которые привлекают туристов, поэтому посмотреть на это, да, одно из новых чудо-городов, конечно же, хочется клиенту, они с удовольствием это делают. Вот, в рамках экскурсионной программы, которая полдня покажет все основные моменты центральные, останется время на шоппинг, и когда, напомню, клиент берет групповую экскурсию от МСЧ, у него есть еще и обратный трансфер, да, на групповом автобусе, поэтому, групповой трансфер на автобусе, поэтому они самостоятельно тоже не должны добираться после экскурсии, просто садятся на трансфер шаттлбасса МСЧ и доезжают до своего лайнера. То есть клиенты, опять же, могут спокойно и отдохнуть, и послушать, и посмотреть, вот, и потом вернуться на борт круизного лайнера. То есть это тоже такой комфортный отдых. Сейчас у нас с вами проект по Дубаям, поэтому на дохе тоже много останавливаться не будем, но абсолютно точно клиенты многие Катар не посещали в самостоятельном режиме, не так давно эта страна открылась для полноценного туризма, поэтому многие с удовольствием отмечают для себя какие-то моменты, может быть, даже потом вернуться туда самостоятельно. Но вот в рамках именно круиза посмотреть это тоже обязательно стоит. Ну и подводя резюме, давайте я сейчас посмотрю вопросы. Круизные туры у нас в морских круизах на сайте. Пакеты напитков на острове идентичны, но могут быть ограничены выбором на месте, естественно, потому что если мы говорим о баре, то вот что там есть из напитков, то и, собственно, подается. Если у клиента хочется какого-то эксклюзива, то он может быть только на борту круизного лайнера. Тоже такой важный момент, на это обращайте внимание. По поводу сафари, экскурсия, она идет на полдня, то есть у клиента там целый день стоянки, вот, поэтому будем. По поводу красной зоны, да, мы также получили эту информацию сегодня, поэтому мы ждем разъясения от круизной кампании. Будем надеяться, что это не повлияет на наши групповые экскурсии. Да, два вопроса, вижу, повторяются. Мы тоже это с вами сегодня, как и вы сегодня получили. Вот, будем выяснять, будем разъяснять, и обязательно всех, кто забронировался, оповестим. Те, кто будет бронироваться, будем информировать о том, как проходит. Поэтому говорю, информация у нас с вами сегодня идет общая, есть несколько неизвестных, которые мы выясняем, но самое главное помнить, что круизный рынок оживает, начинаются продажи, начинаются бронирования, клиенты переживают, могут взять даты подальше, когда все более-менее устаканится и пойдут первый круиз. Но, тем не менее, сейчас очень важно помнить и знать, что клиенты могут разнообразить свой отдых. Подводя итог, почему, да, ну, конечно же, акватория Персидского залива привлекательна была всегда, в том числе и для круизных пассажиров. Очень много интересных мест, которые чаще всего клиенты не посещают в самостоятельном режиме, а только в составе именно круизов. Это тоже важный момент. Потом второй момент, что сейчас путешествие между странами очень сильно ограничено, а в рамках круиза вы можете это сделать, совместить несколько мест и сменить картинку, наконец-то. Для тех клиентов, которые уже седьмой раз едут за два года в Арабские Эмираты и хотели бы как-то разнообразить свой отдых и совместить его, поэтому круиз очень важен. Вот, третий момент очень важный, то, что это все проходит на лайнере МСЧ Виртуоза, новейшем лайнере круизной индустрии. Это действительно так, это не голословно, это правда. Вот, очень удобное авиасообщение, огромное количество рейсов из любого региона с прилетом в Дубай. Это очень важно и удобно, это большое разнообразие ценовых тарифов, да, они клиенты не ограничены, и при раннем бронировании могут выхватить очень интересные тарифы. Русскоязычные группы на борту полноценные, с экскурсионными обслуживаниями, с инфо-встречами, меню, тематическими там вечерами и прочими плюшками, которые мы с вами сегодня разобрали. Вот, посещение без визы, легкая, да, виза для стран СНГ, это действительно так, эмираты в этом очень комфортны для посещения. Длительная стоянка в Дубае позволяет при такой очень разумной стоимости круиза, которая абсолютно сравнима с экономичным размещением в Дубае, размещаться на пятизвездочном лайнере, назовем это так, да, то есть там действительно есть все, колоссальная инфраструктура, с которой не сравнится некоторые там четыре звезды или три, да, которые есть в этом же ценовом диапазоне, плюс питание включено, помните, да, плюс там недорогой пакет напитков, то есть это тоже все можно взять, тоже актуально для Арабских Эмиратов. Вот, и, конечно же, это возможность соединить с пляжным отдыхом и путешествовать из зимы в лето, это тоже очень важно, витамин Д нужен всем, вот, такие сложные порой бывают обстоятельства у клиентов, связанных со всеми нашими локдаунами и прочими историями, для того, чтобы как-то развеяться, переключиться и окунуться в атмосферу арабской сказки, эти круизы абсолютно точно подходят. Коллеги, если есть какие-то вопросы, на которые я еще не ответил, задавайте, я пока анонсирую расписание нашего проекта. Мы с вами поговорили сегодня в 11 часов о Дубае, послушали про Dubai Parks, о новых развлечениях The View, послушали представителей музея Madame Tissot, что тоже очень интересно, я ранее не встречал, поэтому это очень здорово, да, Infinity D прослушали про мероприятия, которые можно посетить и развлечения в Дубае, послушали про круиз, и мы ждем вас с 16 по 19 в 11 часов или в 13 часов, в зависимости от дня, будет проходить информация про отели, в которые можно проживать там до, например, или после круиза и вообще отдыхать неделю-две, лонгстей и прочее, потому что Арабские Эмираты очень к нам доброжелательно, открыты, и клиенты, естественно, очень туда хотят попасть. Что касается еще одного вопроса, вижу, который у нас есть про маршрут круиза, то есть у нас получается Дубай, Абу-Даби, Сербаньяс и Доха. Это на сегодня анонсирована Саудовская Аравия, которая пока не планируется к посещению, но мы ждем разъяснения. Пока это длительная стоянка в Дубае, посещение Абу-Даби, Сербаньяс и Дохи. Это наш основной маршрут, но, опять же, повторюсь, он в морских круизах у нас на сайте обозначен. Коллеги, большое спасибо вам, желаю вам удачных продаж, отличного сезона, ждем вас на наших обучающих проектах, очень рады всем видеть и, конечно же, всем здоровья и всем хороших клиентов. Я вам включаю видео про виртуозу, не отключайтесь, обязательно посмотрите, оно того стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok